Девушки отдыхают С 30-летней женщиной Последние несколько лет она разносила пенсии местным жителям Только 18 ноября никто так и не дождался своих денег Спустя два дня, когда сотрудники полиции обнаружили на берегу реки ее куртку и сумку с корреспонденцией Стали отрабатываться версии убийства 10 хабаровских полицейских отправились в район имени Лозо Кинолог с собаками прошли путь, который указала собака, до дома предполагаемых подозреваемых Около же ворот дома след заканчивался, как выяснилось позднее Хозяйка дома насыпала перец, чтобы сбить собаку с толку Хозяйкой оказалась неработающая 33-летняя женщина В доме она проживала с семью несовершеннолетними детьми Старшей дочери в этом году исполнилось 15 лет Впоследствии полицейским станет известно, что именно она помогала матери в убийстве Свою жертву по заранее разработанному плану малолетняя преступница Несколько раз ударила ножкой стула по голове, когда та оформляла бумаги на пенсию После этого мать взяла электрический удлинитель, набросила на шею потерпевшую и стала ее душить После того, как женщина перестала подавать признаки жизни Злоумышленницы завернули тело в полиэтиленовом мешке и переместили в подпол летней кухни На живой матери и дочери стали 160 тысяч рублей На них они купили вещи и два дорогих гаджета Помогал заметать следы своим родственницам 14-летний ранее судимый сын Его задержали в Хабаровске, куда подросток отправился тратить свою долю награбленного Именно он первый сознался в произошедшем Теперь вся троица находится в следственном изоляторе Хотя для криминально известного поселка такая оперативность скорее исключение Полицию здесь нельзя обвинять в этом Они физически не успевают охватить несколько поселов Криминальные люди, которые вот так они себя распущено ведут Безнаказанно себя иногда и чувствуют Из-за того, что полицию не может проконтролировать Сейчас оставшихся пятерых детей криминальной мамаши Среди которых есть и инвалид Распределили под детским учреждением Семье убитой женщины Почта России выплатит компенсацию В размере миллиона двухсот тысяч рублей Надежда Лавриненко, Артур Гец, Вести Хабаровск